Код неисправности OBD2 Техническое описание – нарушение связи с модулем управления автомобилем специального назначения А что это означает? Это общий диагностический код неисправности системы связи, который применяется к большинству марок и моделей автомобилей OBD2 Этот код означает, что специальный модуль управления автомобилем АСПВСМА и другие модули управления на транспортном средстве не взаимодействуют друг с другом Схема, наиболее часто используемая для связи, известна как связь по шине сети контролеров или, проще говоря, шины S&N Модули взаимодействуют друг с другом по сети, так же, как сеть, которая есть у вас дома или на работе Производители автомобилей используют несколько сетевых систем До 2004 года наиболее распространенными, неисчерпывающими, системами межмодульной связи был интерфейс последовательной связи или SAI Шина SAI J1850 или PSI, и Chrysler Collision Detection, или SSD Наиболее распространенная система, используемая после 2004 года, известна как связь по шине сети контролеров или, проще говоря, шина S&N Также использовалась до 2004 года в небольшом сегменте транспортных средств Без этой шины S&N модули управления не могут обмениваться информацией, и ваш диагностический прибор может или не сможет получить информацию от транспортного средства, в зависимости от того, какая цепь затронута Модуль управления транспортным средством специального назначения SPVSMA обычно расположен за приборной панелью по обе стороны от транспортного средства Также может быть установлен под центральной консолью или за линией крыши спереди Он получает входные данные от различных датчиков, некоторые из которых напрямую подключены к нему, а большинство передаются по системе связи по шине от модуля управления трансмиссией PSM Эти входы позволяют модулю управлять специальными функциями, предоставляемыми производителем в подразделении автопарка Это будет включать специальные полицейские пакеты, световые полосы, сирены, габаритные огни, передние и задние мигающие огни Обратитесь к справочнику по конкретному автомобилю, чтобы определить, какая дверь имеет букву А В вашем конкретном случае, действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа системы связи, количество проводов и цветов проводов в системе связи Степень серьезности кода и симптомы серьезность в этом случае никогда не бывает серьезной, так как это устройство для удобства клиентов, и в случае полного отказа электросети всегда есть обходной путь вручную Отсутствие работы SPVSM никоим образом не влияет на работу автомобиля Специальные огни никогда не включаются, никогда не выключаются, сирена никогда не включается, никогда не выключается, мигающие огни никогда не загораются, никогда не выключаются Симптомы коду 0259 может включать. Особые огни никогда не загораются, никогда не выключаются. Сирена никогда не включается, никогда не выключая. Чемигающие огни никогда не загораются, никогда не выключаются. Причины. Обычно причиной установки этого кода являются, обрыв на шине САИН плюс или, цепь короткое замыкание на питание или массу в любой цепи шины САИН. Отсутствие питания или заземления на модуле с ПВСМ. Редко, неисправный модуль управления процедурой диагностики и ремонта, хорошее место для начала всей электрической диагностики, это проверить бюллетени технического обслуживания, ТСБ, для вашего автомобиля, проблема, с которой вы столкнулись, может быть известно другим специалистам в этой области, известное исправление могло быть выпущено производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики, предполагается, что на данный момент вам доступен считыватель кодов, так как до сих пор вы могли получать доступ. кодам, посмотрите, были ли какие-либо другие диагностические коды неисправностей, связанные со связью по шине или с аккумулятором, зажиганием. Если это так, вам следует сначала диагностировать их, поскольку, как известно, неправильный диагноз может возникнуть, если вы диагностируете код У0259 до того, как какой-либо из основных кодов будет тщательно диагностирован и исправлен. Если единственный код, который вы получаете от других модулей, это У0259, попробуйте получить доступ к SPVSMA, если вы можете получить доступ к кодам из SPVSMA, тогда код У0259 либо прерывистый, либо код памяти. Если не удается получить доступ к SPVSMA, то код У0259, установленный другими модулями, активен, и проблема уже существует. Наиболее распространенная неисправность – это неисправность цепи, которая приводит к потере питания или заземления специального модуля управления транспортным средством А, проверьте все предохранители, питающие модули SPVSMA на этом автомобиле, проверить все основания для SPVSMA, найдите на автомобиле точки крепления заземления и убедитесь, что эти соединения чистые и надежные. Если необходимо, снимите их, возьмите небольшую щетку с проволочной щетиной и раствор пищевой соды, воды и очистите каждый из них, как разъем, так и место, где он соединяется, если какой-либо ремонт был произведен. Удалите диагностические коды неисправностей со всех модулей, которые установили код в памяти, и посмотрите, сможете ли вы теперь связаться с модулем SPVSMA, если связь с SPVSMA восстанавливается, скорее всего, проблема связана с предохранителями, соединениями. Если код возвращается или связь с модулем по-прежнему не может быть установлена, найдите коммуникационные соединения S&N шины на вашем автомобиле, наиболее важно разъем SPVSMA, который обычно расположен за приборной панелью, по обе стороны от автомобиля также может быть установлен под центральной консолью или за линией крыши спереди. Перед отсоединением разъема на SPVSMA отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, после обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку, ищите царапины, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик. Разъедините разъемы и внимательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъемов, посмотрите, выглядят ли они обгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию. При необходимости очистки клемм используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной, дайте высохнуть и нанесите электротехническую смазку на контактные площадки. Перед тем, как снова подключить разъемы к SPVSMA, выполните эти несколько проверок напряжения, вам потребуется доступ к цифровому вольтометру, двом, убедитесь, что на SPVSMA есть питание и заземление. Получите доступ к электрической схеме и определите, где основные источники питания и заземления входят в SPVSMA, подсоедините аккумулятор, прежде чем продолжить, при этом SPVSMA все еще отсоединен. Подключите красный провод вашего вольтметра к каждому источнику питания B+, напряжение батареи, входящему в разъем SPVSMA, а черный провод вашего вольтметра к хорошему заземлению. Если не уверены, отрицательный полюс батареи всегда работает, вы должны увидеть значение напряжения батареи, убедитесь, что у вас есть веские основания. Подключите красный провод вольтметра к плюсу батареи, B+, а черный провод, к каждой цепи заземления. Еще раз вы должны увидеть напряжение батареи при каждом подключении, если нет, устраните неисправность цепи питания или заземления. Затем проверьте две цепи связи, найдите SCNC+, или HSSCN+, цепь, и SCNC, или HSSCN-цепь, подключив черный провод вольтметра к надежному заземлению. Подключите красный провод к SCNC+, при включенном ключе и выключенном двигателе вы должны увидеть около 2,6 вольт с небольшими колебаниями. Затем подключите красный провод вольтметра к цепи SCNC, вы должны увидеть примерно 2,4 вольта с небольшими колебаниями, другие производители показывают SCNC примерно на 0,5 вольта и колеблющуюся клавишу при выключенном двигателе. Ознакомьтесь со спецификациями вашего производителя, если все тесты пройдены, а связь по-прежнему невозможна, или вам не удалось сбросить код неисправности U0259, единственное, что можно сделать, это обратиться за помощью к обученному автомобильному диагносту, поскольку это будет указывать на сбой SPVSMA. Большинство этих SPVSMA должны быть запрограммированы или откалиброваны для правильной установки автомобиля. Продолжение следует...